да да так что поехали начинаем разговаривать до начинаем так всем привет это первый пожалуй сюжет на моем канале я решил совместить приятное с полезным не знаю что приятное что полезное в общем что такое дегустация и вообще вино это не только собственно вино но встреча с людьми и есть люди которые в этой жизни меня вдохновляют да вот так к общению с ними какому-то приятному времяпровождению с ними я решил что я буду приезжать друзьям или звать в гости с ними дегустируют на этот раз у меня есть николай добрый день вечер как сразу возрастом его братом официально несмотря на свое отчество вот и участка тоже появился с этим николай фрейд так то есть это будет в контур да то есть каждого по-своему николай слоем с опять же связано все мы с чешским не в контрах а в сотрудничестве глубоком вот что мы решили сделать сегодня я ты знаешь красный белый магазин ну а как же майкан сайты кстати да надо было бы белую рубашку дадить было вообще круто слушаю но вот здесь магазин красное белое отношение к нему у всех уж не однозначно такое отношение красному в принципе в целом никакое потому что я редко там было вот кто-то редко бывает кто-то вообще говорит что заходить туда невозможно потому что там одни люди таскать сильно пьющие приходят туда деклассированный или меня но это не бьется у меня в голове еще с таким фактом что там работают мои хорошие знакомые вот не буду называть их и меньше но этого большого класса профессионалов таких ну там гораздо больше людей работать но я как минимум знаю двух замечательных девушек которые просто очень профессионально ну вот и занимается подбором ассортимента винного при том что если заходит красный белый там звучит там рассказы там про вину про сорта винограда и вот как бы у меня там на соколе я покупал ты там приходишь там ходят такие люди покупают водку это сверху идет рассказ по сорта виноградом так достаточно интересно перейдем к делу у нас тобой сегодня 7 бутылок я решил взять значит самая популярная категория игристого вина в мире это просека три бутылки и ю фигуру да действительно просека самое популярное по потреблению дурацкий вопрос они конечно шампанское ну что ли просто потому что его меньше шампанского то которое в шампании просека давно уже обошло шампанское по объемам она превосходит примерно раз в десять по продажам и это по восемнадцатом году он 160 миллионов бутылок просека была продана вот и это в общем цифра она внушает да и я тебе пока там я предлагаю чтобы как говорится на сухую не беседовать вот значит надо будет начать с чего-то давай мы начнем с края прошу я на самом деле начал с чего я чтобы в этом магазине долго не находиться на штамм ну честно вот в том месте где я покупал пусть не обижаются меня хозяева красное белого да то есть там тут ценников нету еще чего то я начал с того что пошел на сайт выбрал там просеки которые меня заинтересовали и значит потом уже пошел целенаправленно быстрых схватил красному белому убежал пока не разобрали да поэтому ты мне будешь помогать будешь читать что мы сейчас фальдо просека защищенное наименование белый блюдо ты про него еще кликни и по еще больше про него информация получше пока ее может почитать пока я буду открывать вслух людей нам да не заставлять ждать ну краткое описание игристое игристое вино фальдо просека обладает привлекательными ароматами цитрусовых и экзотических фруктов отлично подходит в качестве аперитива у то есть у нас еще что-то будет прекрасно сочетается с легкими и деликатными блюдами рекомендуемая температура подачи 5-7 градусов естественно и здесь естественно я обделался ну ладно ну ничего страшного не будет вино игристое она играет бьет в голову что еще прочитать отзывы кстати на том же сайте красные белые люди оставляют отзывы не только дико деклассированные или бранита свежевкус этим сорт происхождение он италия вене то алкоголь 11 процентов цвет белая просека сахар самый минимальный брюд то есть не указан даже колене он просто брюк минимальный экстрабрюк ну там там есть сахар здесь небольшой температура подачи 9 градусов сорта винограда glera 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 просека glera да все правильно то есть это классическая просека и сорта винограда glera который в принципе также назывался и но потом его решили просек и сделать защищенным указанием glera остался в качестве названия сота ну юрий михалович расскажи как теперь ощущаете я же профан так сделал вид что профан со зрителя потребитель не какой-то не профан давай мы попробуем давай утекаться будем за встречу много лет не я могу сейчас тут устроить долгую лекцию насчет того как надо дегустировать то есть это глаз нос рот вот эта вся история ну принципе мы с тобой смотри оценивать игру игра неплохая смотри пузырьков много они достаточно крупноваты но это характерно для так называемый резерву резерву метода когда гриста вино делается в больших огромных таких емкостях на вот и по методу шарма шарма хотя на самом деле ферментируется не в бутылках да грубо говоря это такая огромная огромная бутылка ну да и игра хорошего аромат не очень нравится он персиковый такой леденцовый такое очень насыщенный такое прям ну я не такой спец классно все свежий вкус абрикосовый леденцовый есть немножко зеленое яблочко такое такая приятная свежащая кислотность я бы на самом деле вот этот напиток поставил бы ему оценку четыре целых три десятых это по моей шкале а может добавлю как любитель давай приятная кислинка без сведенных скул однозначно вино точно сухое при этом соглашусь юрой фруктовые и вкус и в аромате фрукты однозначно не берусь идентифицировать яблоко абрикос или что-то такое но очень приятное ну не тути-фрути что называется что чистая химия да а вот очень приятные натуральные фруктовые нотки очень понравилось но без и жили и без и без излишней кислоты да и скажем на сайте указана цена у нас пятьсот восемьдесят девять рублей я думаю что это просто прекрасно очень отличный вариант за эти деньги за эти деньги молоча другие продегустирую но честно говоря я приятно удивлен потому что это как раз просека там выставлено там палетные выкладки значит я думаю что избавляются от ненужного вот но фольдер рулит короче говоря приятная моя оценка четыре целых три десятых баллов так друг мой поехали на 100 рублей даже кто там пишет на 70 что пишут вкус легкий фруктовый свежий италию вины то это понятно алкоголя 10 с половиной кажется чуть побольше сахар сухое уже не брют но сухой температура подачи 70 отдельно указано до роберт паркер 90 баллов производитель сусы ну ты понимаешь что роберт слышал да ну слышал немного слуховая часа тот кто расставляет баллы на которые все ориентируются да но на самом деле сейчас уже он ничего не расставляет просто отдыхает дедушка вот ну скажем так уже работает целая там команда и там молодые ребята приходят я не думаю что лично роберт паркер дегустировать просека вот но и команда роберта паркера это журнал ван адвокаты там целая я вам ребята покажу как это выглядит значит я такого честно говоря не видел никогда может быть роберт паркер был именно удивлен вот этим эту историю с упаковкой я просто даже не знаю как мы это будем открывать сейчас я подозреваю что нужно будет из под вот этой виньетка не виньетка его вы не мать и она у нас будет доступна а за что хвататься ну да мы же взять ты не можем ну придется опять звать помощников чтоб принесли штопор это интересно описание описание на сайте это начинал от сортового состава сортовой состав извините уже а до гораздо богатая пока буду пытаться глира которая просека шардоне и пиногриджо то есть вот откуда сладость пошла почему не сухое видимо я так подозреваю не делали в сорте тут там сладость другим достигается вот опять я сейчас боюсь на сейчас эту ниточку сниму и у нас вот она как выстрелить но он и пока не выстреливает так у тебя что там на утонченная потолок ну прямо на 1 крючево диплом тогда получается стопором ну можно было бы сделать собрать собрать это по-гусарски ну это да такая штука когда открывается подручными средствами это может быть нож может быть сабля может быть там самый такой извращенный сообраз был айфоном вот я потихоньку потихоньку так ноготочками подскребают эту историю могу поискать свой любимый нарзани я сейчас подцеплю лень за нарзани кому тех опять съемку остановлю утонченное белое сухое игристо видной из итальянского региона винетто название рион до происходит от круглого холма монтери он до находящегося неподалеку от винодельни и офисов компании просек вражали за мной просек к фризанты не открылась я думаю что у меня ноготь сломался этот ломал спрукну надо что отличается от обычного просека меньшей степенью газации ну я схожу вот коли принес такого штопор как каким любят пользоваться таскать домохозяйки все чайники потому что на семье используя штуку которая называется носу ли или попростецки нарзаник на заложение разуме я его честно говоря свой забыл хотя нас настоящий эксперт должен с собой иметь нарзаник поэтому будем открывать вот этим значит устройством ужасом кстати крошится господа кто там у нас автор просека значит ну что вот судя потому что прочитал коля мы можем констатировать какой факт что у нас с вами господарю кроме традиционной двери здесь есть еще два сорта шардоне и пиногриджо да и что сухой значит что сахара в нем больше чем то есть да здесь может быть сахара на кстати дра это там прилично сахар полно в 6 до 12 если не ошибаюсь не буду сейчас точным цифры называете что можем наблюдать действительно как и написано в описании что просекка фризанты отличается от обычного просека меньшей степенью газации а это фризанты это резанты понятно то есть фризанты это от единицы до полутора атмосфер это совсем мало то есть это вот поэтому ниточка даже она сухи ниточка обычно держался даже сама подержалась но он все-таки полтора атмосферы есть между прочим у тебя в колесе две с половиной ну я и на полутора могу ездить бывало и такое ну вот смотрите на самом деле я кстати не знал что это фризанты то есть я думаю что это обычно просека с обычной такой газации ну вот но это тоже интересно потому что для меня это вино не просто какой-то но куда оригинально во первых у него есть лишних два сорта шагданы и пиногриджио пиногриджио вообще любим нашим народу вот ну давай что начиная с пузырьков глаз пузырьков немного игра хорошая то есть они такие активные вот какие-то ну тоже достаточно крупные все-таки это ребята игра есть нет все-таки это у нас не не тихая вина не классика потому что в классике мы потом посмотрим пузырьки они поменьше слушай ну вот у меня от самый первый вкус это протертое яблочко да у меня дай мне мякать по сей сахаром на во рту именно на языке почему то садсо прошла с мороженым что-то сливать мягкая с тобой не казани важно это может все давно давать но вообще но приятный к для меня все-таки такой знаешь сладкая протертая яблочка очень приятное слово вискову сладенькая да 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 а Такое оно мягкое очень во вкусе, оно не такое кислотное, как Просека Фольдео, но в принципе оно нежное-нежное, вот прям такое, да? Оно, во-первых, нежное за счет того, что газация маленькая, она-то просто покалывает слегка. Если это прям сразу вот так вот уже впивается... Оно не кислое точно, опять-таки моё профанское мнение. Не кислое совершенно, но при этом оно не переслащенное. Да, да. Оно приятное, сухое, очень нежное, я бы сказал, очень такое дамское. Ну вот, чтобы этого пить, нужно будет запастись не только ножиком, чтобы разрезать ниточку, но и стопором, подруга и понятна. Вот, штопором, чтобы это самое. Кстати, Коля на самом деле прекрасный кулинар. Я только учусь. У меня уже были ролики с кулинаром женщины, а сейчас у меня ролики с кулинаром мужчины. И, в общем, я думаю, что наши отношения, ну сказать, не разрушатся так быстро. Мусс из лосося, манго. Да ладно, и манго тут? Я сейчас буду пробовать. Попробуй. Ну что, ну, эта штука пошла бы лучше к тому перому. Согласен. Здесь что-нибудь сладенького хочется больше. Здесь уже десертная история. Может быть, даже фруктовый салат. Вино десертное более. Ну, я имел в виду, когда сказал, что более женское. Оно, вообще его можно соло пить. Ну, такое, знаете, давайте так. Вот это вот просека, я не знаю, за что, как Роберту Паркеру это попало. Потому что Роберт Паркер, по моему пониманию, любит вообще совершенно другие виды. Он любит такие ярые, там, ядреные бордошки. Значит, с хорошей кислотностью. Как вы это просыпали? С танинами такими, да? Я правильно сказал. Почему ему поставили? Да, ну да, и с танинами. Вот, почему ему поставили? На мой взгляд, это такая, знаешь, как игрушечка такая детская. Прямо детям давать вместо сока. Но очень вкусно, очень натурально. И очень, как бы, на мой взгляд, прикольно. То есть, это приятно. Такой, если вы хотите традиционного, там, игристого шампанского вина, то вот эта история не для вас. Но если вы хотите реально, вот, там, с какой-нибудь, не знаю, там, получить юной дамой, да, которая там… Получить удовольствие от процесса общения. Да, да. Вообще, ну, мне понравилось как идея, да. То есть, как просека, наверное, нет, да. То есть, это просека немножко, ну, уходит в сторону. Это какая-то другая история. Я не знаю, что они пытались сделать, эти ребята, которые делали этот напиток. Ну, для удовольствия, теперь дальше общая оценка, Юр. Будет ли, давай, пока? Да, но, в принципе, в моем понимании, это тоже 4,3. То есть, я 90-х хорошо попаркирую. То есть, это где-то уровень серебра в моих конкурсах. Или очень хорошо. Рибола галла, сейчас найдем. Рибола галла – это сорт винограда, который является основным для региона Фриули. Фриули – это регион, прям вот, если у нас есть там Трентино, Веня, то вот эти северные регионы, вот этот сапожок наш, и вот у него вот эта вот часть, как называется, ботфорта такая вот сверху. Раструха, она такая, раструха, о, ты знаешь такие слова, как раструха, это вообще серьезно. Вот, то есть, этот самый раструх, вот, значит, на одном из частей этого раструха, там Трентино, Веня, то есть, грубо говоря, оба региона, которые могут делать процека, вот. Вот, но Фриули не имеет права называть свои вина процека, вот. Они делают просто игристое вино, когда вино игристое, это называется спуманты, просто пишется на нем. По-итальянски. Да, 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 и это сорт Рибла Джала, сорт очень древний, автохтон, он там же в соседней Словении. Я даже знаю, автохтон – это местный исторический виноград, который там, в этом регионе, где родился, там возгодился, да, то есть, вот, примерно так. Вот этот самый Рибла Джала должен быть такой яркий цветочный, ну, сейчас, впрочем, попробуем. Ну, белые брют. Что пишут? Алкоголь 11%. Стоит, что денег? А денег, пока что, самое дешевое – 550 рублей. Самое билетное. Ну, я на самом деле старался выбирать, вот, у тебя до 500, до 700, и это, ну, было такая... Ну, очень, надо сказать, такая привлекательная форма бутылки. Ну, да, интересная форма бутылки, такой какой-то вот, ну, красивая, мне нравится, то есть, такая она какая-то желтенькая. Не совсем стандартная. Она и классическая, и современная одновременно, то есть, здесь такие... Ну, ну, какая-то веселенькая такая она. Ну, конечно, в привычном понимании игристого вина она немножко не похожа, да, но, тем не менее. Так, игра хорошая, Коль, смотри. Ну, я уже... Причем, смотри, заметь, что пузырьки здесь достаточно мелкие, и они активные. И они активнее, чем у предыдущих. Цвет тоже приятный, прозрачный, соломенный. Слушай, ну, ты знаешь, оно неплохое, но немножко все-таки оно от Фольдео, конечно, отстает. На мой вкус даже прилично припадать стало. Да, да. Что понравилось во всех пока конкурсантах, скажем так, в носу ни разу не почувствовал спиртуозности спирта. Бывает, что в нос просто бьет спирта. Ну, что ж, ну, в шампанском, нет. Ну, случается такое, случается. Здесь не было, это уже хорошо. Но вот Рибола во вкусе, на мой вкус, кисловато, кислотность повыше. И какие-то вот оттенки вкуса, что-то животноводческое даже, я бы так сказал. Ну, не знаю, как-то, может, с первого раза? Нет, нет, погоди. Ну, может быть, немножко молочная есть она, то есть это. Ну, вот, ну, скажем так, букет у него послабее, чем у Фольдео. Оно и во вкусе, оно более, мы называем дегустатор, это плоское. То есть, если у нас Фольдео более комплексное, оно во вкусе дает, ну, как такое, между... Да, и в другой фрукты, да. Это у нас тоже в другом ключе, но тоже более комплексное. Вино. Да. А здесь мы чувствуем, вино. А здесь у нас, да, во-первых, здесь, ну, собственно, оно могло бы быть просто вином, таким достаточно ординарным. Ну, оно попроще, грубо говоря. Ну, при этом оно, я думаю, своих денег стоит. Хороший, хороший такой односложный аромат, немножко грушовый такой, вот, на мой взгляд. Вот, и, ну, комплексное, неплохо, но здесь только 4.0, просто хорошо. Да, неплохо. Моя оценка 4.0. Я бы сказал, летний лук, вот, в носу летний лук, лук г. Г, г. Вот, и, кстати, тоже лосось к нему не пойдет. Лосось пойдет к Фольдео, точно. Попробуй-ка на пушке. Съем. Съешь. Да, давай, значит, давай покажем по терителям канапу, что там их некрасиво, так. Кто-то запрятал, давай покажем, какая красота тут. Канапе, кстати, итальянская тема вполне себе подходит. А мы уже на Испанию должны переходить. Испания тут тоже подойдет, и то, и другое. Потому что внизу это, большей частью Италии, это поленто, а вверху это сальчичон, Испания. Ну, а смотри, Коль, идея классная, но вот вместо вот этого что-то туда положил. Варенье из помидоров. Да. Можно было, ну, тоже идет нормально, но оно больше как к кетчу поближе. Сладкое варенье. Можно было туда положить либо вяленый помидор, либо прям яркий. Грусничный соус. Как варенье, послаще. Послаще, да. Послаще, но обязательно с кислотностью. Естественно. Чтобы кислотность отыгрывала. Но это не кетчуп, это варенье. Да. Так, ну что, я тут тоже наберусь. Давай между, у нас еще есть кава, но между кавой и просека, после просека, мы с тобой попробуем Россию. Это мое любимое хозяйство, Масхака. Ну, как любимое. У меня все любимые. Любимчиков нет, но надо сказать, что это человек, который является руководителем этого хозяйства. Это человек-легенда на российском рынке винном. То есть я ссортирую вино игристое, Россия. Да, да, но оно там. Да, вот сразу попал. Белая пусладка. А это блюд. Так, ищем, ищем, ищем. Ну, мы можем по сахару. Ну, ты можешь по сахару, да, найти. Сахар, брюд, брюд. Правильно. Так, ну, кстати, сайт не работает нормально, да. Масхака, игристая, куви. Нажимай. Вот, значит, сайт на сайте, кстати, можно заказать, тебе подберут и привезут в конкретный магазин. Ну, вот я пытался так сделать, но не работаю. То есть дистанционно, как полагается, не торгуем. Доставки нельзя. Ну, это у нас запрещено торгуем. Я и говорю, да, не торгуем, но можно сформировать зарядку. Что приятного в этом игристом вене, но самое главное, да, это то, что оно стоит денег. 349 рублей 99 копеек. 350. В половину стоимости некоторых. Да, давайте посмотрим. Что у нас с сортовым составом? Сортовой состав Шардоне, Олиготе и Рислик. То есть, по идее, галеры нет. Галеры ничего автохтонного из всех. Места нет. Алкоголя 11,5%. Сахар Брют, это мы уже сказали. Бренд Масхака. Что-нибудь написали? Ну, какие-то отзывы есть. Описание можно почитать. Ну, отзывы, отзывы мы с собой сами дадим, чтобы не влияли на нас. Российская игристая Масхака Куве, впитала в себя характеристики различных терруаров необыкновенной плодородной кубанской земли. Произведено из сортов винограда Шардоне, Олиготе, Рислинг. Цвет светло-соломенный с зеленоватым оттенком. Аромат яркий, свежий. Вино обладает чистым гармоничным вкусом. Прекрасно сочетается с твердыми сырами, фруктами, десертами. Свои лучшие качества проявляет при температуре плюс 12. Ну, тогда глаз. Глаз-алмаз. Играет даже в предыдущих самые... Мелкодисперсные бузырьки. Такое слово есть умное. Физическое. Аромат отличается, конечно, от просека. Но он мне даже нравится больше, потому что он больше выходит в белые фрукты. Он гораздо богаче. Белый налив, белый налив, яблоко. Цветочные есть она. Согласен. Ромашковые чуть-чуть, да? Чувствуешь ромашку? Коля, лук. И ты бежишь по нему. В красных трутелях. Я уже прибежал. Да, да, да. Уже прибежал и упал в траву. И вот эта вот сбитая тобой трава, она только дает свежий запах свежего сока. И ты, ну ты же догнал того, за кем бежал. Конечно. Начинается вот это вот все. Прям романтичный очень запах. Узнаю руку мастера. Ну, во вкусе немножко, чуть оно горчит. Я думаю, что это сортовая горчинка, то есть непроизводственная. И здесь есть немножко такое... Ну, а это уже совсем для там экспертов, да? Это история с чуть-чуть посторонних таких травяных тонов. Но я бы не стал об этом вообще говорить. Вы это не слышали, да? На самом деле, давай констатировал серьезный факт. Что за 350 рублей мы получили что-то гораздо интереснее точно, чем Риббел и Джалла. И может быть поинтереснее предыдущих. Посмотрим, что будет дальше. Фальдео для меня пока что лидер. Потому что это ожидаемый просековский, просычный вкус просека. Да. Дополню немножко, Юр. Можно? Да, давай. Дополню. Аромат волшебный просто. Я за этот аромат готов простить все. Даже вот эту горчинку, которая... Горчинка, кислинка такая есть, но она появляется уже в послевкусии. И даже как-то вот придает некоторую там изюминку, пикантность, легкий тач вкуса. Пока что из четырех опробованных пока что это мой лидер. А, да. Кстати, если мы скажем про цену, опять-таки вспомним. Кстати, я хочу на новогодний стол. Риет, твой риет. Вот попробуем. И вообще, кстати, заходит прекрасно. Эта горчинка как раз отыгрывается. Небольшой горчинка, которая идет в риете. Потому что она в нем всегда есть. Рыбные, да. Потому что там косточки вот эти. Скажи, класс, да? Ммм, вкусняшка. Да, рыбные паштетики, муссы, риетты. Масхака. Респект. Ммм. Так, давай, время не тянем. Я согласен. Начнем дегустировать каву. Значит, кава, друг мой, это... Что это уже из Прагаву? Я знаю, что это Испания. А, ну, это хорошо. Значит, смотрите, так мы сказали. Ну, в принципе, я, насколько понимаю, эта технология, это та же самая. Просто с этого же самая. Нет, друг мой. Дело в том, что кава, это было классическим способом, произведенное шампанское в Испании. И они, кстати, делали в основном Каталонии. Каталония, это север Испании. Да, это Барселона, Испания. Да, 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 вот в этих краях. Сепаратисты. Да, ну, что и говорить. Вот, и, короче, ребята, они делали себе классику. Ну, там история была такая, что сделал первый человек, который учился во Франции. Он стал делать вино из трех сортов. Вот они здесь, кстати, вот в этом... Ты, кстати, открыл... Я попал. Парлим, да. Макабио, Шареллу и Парельяду. Вот эти традиционные три сорта делали из них классическим способом. И кава захватила весь мир, потому что это брожение в бутылке. Вот небольшой емкость в бутылке. Это классическая выдержка. Значит, у них такие же там системы, там, резерва, гран-резерва и так далее. То есть, там, зависит от срока выдержки в бутылке. Здесь должны быть обязательно же авторизные тона, потому что это бутылочная выдержка. И, кстати, они вышли на рынок, называя себе даже шампан. Вот. Ну, понимаешь, кто был против. Французы со своими этими операционами. И они, как бы, после этого придумали вот это слово кава, которое на самом деле назначает просто погреб на испанском. Ну, вот с этим названием кава, они заходят на мировой рынок и, в общем, успешно его до сих пор удерживают. Такие у нас известные бренды, как Codernu, кстати, это была первая кава вышедшая на мировой рынок. Freshinet, такие вот есть бренды. Ну, мы никуда у него не нашли в красном и белом. А вот я нашел вот эти четыре, а, три кавы, которые, в общем-то, мы сейчас с тобой попробуем. Почему кава, да? Потому что она стоит еще дешевле просека, при этом классическая выдержка. Давай пробовать, что? Метод традициональный здесь написан на этикетке. Ну, давай порадуй нас информацией, которую ты прочтешь на сайте. Ну, и это я прочитал на этикетке. Эта испанская кава имеет фруктовый вкус с минеральными оттенками, приятной кислинкой и сухим послевкусием. Аромат свежий, элегантный, с нотами зеленого яблока, груши, трав и минералов. Идеально в качестве аперитива, а также в сочетании со свежими ягодами и фруктами. Рекомендуемая температура подачи плюс восемь. Так, игра. Да? Ну, слушай, игра. Вот ты уже видишь, что здесь классика дает вот эту мелкую дисперсность пузырьков. И активность. Их много, они активны. Да, да. Вот там. И, кстати, они, наверное, меньше, чем предыдущего оратора. Ну, и вот сразу аромат. Перешли к аромату. Это сразу можно уловить классические тона тавтологии, классические тона классической выдержки. То есть у нас автолизные что-то там. Автолизм это процесс распада дрожжей, который там белковые продукты формируют. Ну, грубо говоря, запах из печеного хлеба. Вот она есть немножко, греночка такая чуть подсушенная. Такая, знаешь, и такая приятная она дает вот эту пикантность такую. Ну, что мы можем с тобой сказать? Совершенно точно это другой продукт, чем просека. Он свежается. Он действительно получил уже некую такую благородность определенную, да, в своем вкусе. Но сказать, что он стал от этого как-то круче нельзя. То есть он выглядит по-другому. Но с точки зрения комплексности, на самом деле, для меня он от Фальдео встает. То есть у него односложный вкус. Он такой немножко кислотный. Он даже где-то ближе к, может быть, даже к овощам, чем к фруктам. Да, то есть может там, как называется, сельдерей, там вот стебель, например, да, то есть вот такой вот порезанный. Не такой яркий, но такой вот односложный. Но при этом все-таки есть такие вот приятные тона вот этого классического, классической шимпанезации. И они все-таки дают вот некое благородство этому напитку, невзирая на его, в общем, достаточно небольшую цену. Ну, про игру мы сказали. В носу очень неяркий, но очень приятный аромат. Очень прям нежный, нежный, нежный. А во вкусе, во рту, да, на языке у нас что? Приятная кислинка, без перекисленного. Сладости я вообще не ощутил. Кстати, вот фрукты в аромате есть, фрукты, но очень нежные. А вот сладости во вкусе вообще нет. Брют, как вот брют-брютовые такое. Ну, без вот этой ядреной... Он не резко. Нет, во-первых, здесь есть сахар точно. Кислотность не резкая. Вот, но что меня в нем немножко делает его напитком не самого высокого класса, это его одна сложность. И его, скажем так, ну вот если мы возьмем... Простота. Даже наша мазхака, да, то есть у него есть как будто бы и фруктовые тона, и цветочные, например. А потом еще и горчинка приходит. Да, и горчинка, которая мне понравилась. Интересная горчинка, да. Она такая гастрономичная, мы ее называем, эксперт. Вот, ну, в общем, кава получает оценку 4. Кстати, мазхака оценка точно совершенно 4,3. Это серебро. Значит, кава 4,0. Вот, давай пробовать кава, которая у нас выглядит так красиво. О, это я сегодня бегал, да. Да, это ты сегодня сбегал. Я тебя попросил, говорю, Коля, слушай, что-то мало мне игристо. Да купи-ка мне. А вот и оно сразу попало. Она такая красивая, такая вот с черной этикеткой. Тут и медали, ешкин код. Даже две. И стоит она целый день, скажите. Кстати, из наших конкурсантов практически 600 рублей без 10 копеек. Ну. Год выпуска урожая. Кава, брют, белые, 11,5% алкоголя. Сорта винограда. Виура, макабел, парельяда, уже упомянутая, шардоне. Бренд Доминек. А описание есть? А описание. Что ты пишешь? Цвет винограда, цвет вина нежно-соломенный, с утонченным элегантным муссом. Аромат свежий, насыщенный. В первом носе преобладает тона хлебной корочки, тоста, булочки, бриошь, нотки жареного миндаля. Во втором носе ярко проявляются оттенки цитрусовых, персика и груши. Вкус свежий, отлично сбалансированный по сакру и кислотности, округлый, с мягким фруктовым послевкусием. Напиток идеален в качестве аперитива, а также сочетается с блюдами из пасты, птицы, рыбы и морепродуктов, закусками и салатами с кремовой заправкой. Сливочным, то бишь, да, рекомендуется подавать при температуре 6 градусов. То есть получше. Ничего себе 6 градусов. Ну, расписано ледяным практически. Слушай, ну, на самом деле 6 градусов, конечно, это... Блин, ну, в смысле? Не, оно будет вкусно, без сомнения, да. Ну, у нас получится. Короче, кладем в морозилку и наслаждаемся жизнью. Так, ну, игра... Игра есть. Замечется, цвет темнее, а знаешь, почему, друг мой? Потому что сорта вернище 18-й год урожая. Или 14-й? Нет, 18-й. А, 14-й был предыдущий, да? Нет, нет, предыдущий вообще был в 20-х годах. Ну, здесь в старых... А, это на сайте 14-й. Выпилась, но на сайте там, да. Вот значит, ну, чуть-чуть оно уже все-таки пожило, да, бутылочки. Ну, это дало им благородство. Игра есть, пузырьки мелкодисперсионные. Мелкодисперсионные. Да. Так правильно. Красиво, красиво оно выглядит. Красиво в аромате, красиво в цвете. Мне нравятся такие вот, ну, более зрелые, игристые вины. Это уже ближе к какому-то шампанскому стилю, который часто бывает такой чуть-чуть оксидированный. Что со вкусом? Ну, я бы сказал, все-таки плосковат. Вот, научился. Аромат очень интересный. Аромат, да. На любителя, возможно, но он... Во-первых, здесь нужно знать на классике. Они представлены очень неплохо. На нем на первом, несмотря на твои предупреждения, на нем на первом я учуял корочку хлебную, бриоши и все прочее. То есть, вот эти тона... Они, все эти истории есть. И надо сказать, что, видимо, работа вот со самой шампанизацией проведена просто идеально. То есть, это совсем неплохо и хорошая работа, ребята. Но на вкусе, конечно, провалилось оно. Вкус хороший. Он неплохой, да, но он пустоват. Он пустоват, он немного даже не оправдывает ожидания от аромата. Ты его ждешь какой-то густоты, насыщенности. Он немножко провалился. Многоплановость. Да, попроще. Да, оно попроще, и у меня есть ощущение, что оно уже через год, его уже не стоит покупать. Ну, оно просто уже, так сказать, заканчивает свой цикл жизни. Раз метод классик, да? Классический. Не, не в этом дело. Здесь просто вопрос вот изначального силы, изначального вина, которое было заложено на выдержку. Вообще, белые вина, молодые, живут недолго. Есть исключения, но, к сожалению, как правило, это короткий срок. Поэтому, ну, знаешь, есть такой простой совет, когда покупаете белое вино, смотри, что там не больше двух лет ему было. В принципе, это уже стареющее, уже уходящее от нас. Через год-два ему придется помахать ручкой. Но в аромате это такой приятный оксидативный стиль, такой, знаешь, он как бы вот, ну, как бы, да. Глютаматами пахнет, да, глютаматами. Ребята, это только 4-0, к сожалению. Потому что окисленность, это не то, чего мы ждем от шампанского, от гристого вина. Она, мы ждем от него свежести, мы ждем от него приятного, такого бодрящего вкуса. Так, ну и что? Как показывал Никулин. А с дичью пьют это? Ну, на десерт у нас розашечка. Розашечка, значит, вот это арт-латино, там и есть еще белая арт-латино. Но мы попробуем с тобой розе, вот она, вот она. Значит, почему? Потому что она, ну, скажем, немножко необычная. Делается она из артуфи-нагрода. Трипат и пино-нуар. Трипат, я даже не знаю, что это такое. Я тоже затрудняюсь в прочтении. Пино-нуар слушал. Пино-нуар, понятно с ним. Ну, что, давайте скажем так, что кава экспериментирует, делает розе. Кава розе и, возможно, мы сейчас будем удивлены. Ну-ка, что там пишут в описании? Цена 400 рублей без 11 копеек. Описание. Кава арт-латино, вино чистого розового цвета с малиновыми отблесками и устойчивым перляжем. Перляж это приличное слово, его надо повторять. Свежий аромат игристого вина раскрывается нотами спелых красных ягод. Легкий, свежий, приятный вкус вина демонстрирует тона красных ягод и фруктов. Тонкая кислотность оставляет фруктовую кислинку в послевкусии. Это игристое вино идеально в качестве аперитива и сопровождение к закускам, моллюскам, рыбе и десертам. Ну попробуем, что тут у нас с рыбой десертами. С перляжем действительно все. Перляжет неплохо. Нормально. Так. Ну что я скажу. Во-первых, аромат. В принципе, ожидаемые есть опять-таки тона классической выдержки. Вот это бриошь, булочка и гренка. Вот приятно. В первом ноте, правда, была немножко такая редуктивность. Она быстро улетучилась, но тем не менее, имейте в виду, что прям сразу глоток после налития делать не стоит. Смотри, кстати, какая у них пакетка, вот это классно. Это называется пакетка. Да, и все вместе. А, не или межре, это прозвучка. Пакетка, а вот эта штучка, она, видишь, многие картиционируют, да, видишь, тут какая-то картина, прям, да, не вижу. Ну, могу очки. А тут вот, кстати, да. Красиво. Да, и Масхака тоже неплохо. Да, ну давай-ка мы сейчас зрителю тоже покажем. Такие красоты. Вот такие, видите, какие-то интересные. Тут вот картина такая, вот Масхак тоже красиво работает. Неплохо, неплохо. Ну, кстати, вот по поводу розового, да, артелатина. Да, ну. В носу как-то… Ну, дело в том, что там вот эта редуктивность, она немножко другие запахи придушила, просто не дает им раскрыться пока. В носу как-то… Редуктивность – это вот остаточное явление после применения диоксида серы. То есть, а как правило называют, или это может быть… Причем диоксид серы может родиться в результате работы дрожжей даже, то есть даже если вы там не добавляли, вот. Либо в результате, ну, добавления уже прямого. Вот, но потом проступают, проступают такие цветы, какие-то красные фрукты. Такой прям явной клубнички нет, но… Ягодность есть. Ягодность есть, да, такая может быть немножко… Ну, очень все как-то… Легковарно. Скрыто. Скрыто. Красная смородина. Искать надо. Надо искать. Ну, такой, знаешь, как будто вот компот из ягод сварили, а из каких непонятно. То есть, какие были там… Ассорти. Да, ассорти такое сделали из замороженных. Вот, а во вкусе, в принципе… Давай, к счастью, уговорю. А это, кстати, вот тот случай, когда полная противоположность. Вкус интереснее, чем аромат получился. Ну, ты знаешь, давай так, давай, во-первых, мы скажем про вот эту каву, арталатина розовую, да, что она по соотношению цена-качество уж точно лучше, чем предыдущие две. Потому что, извините, она стоит… 400 рублей… 400 рублей, и она, при этом, у нее, в общем-то, предсказуемый вкус-аромат. То есть, их сочетание между собой достаточно гармонично. Очень хорошо. Да, и вкус, кстати, у нее свежий вкус, красноягодный. К нему, кстати, будет и колбаса твоя хорошо, да, то есть, к нему уже можно подбирать какие-то более разнообразные закуски. Там какие-то легкие мясные, какие-то рыбные, красная рыба, например, хорошо пойдет сюда, форель. Ну, слабосоленая семга, да, вот такие вот вещи, да, то есть… И, в принципе, я с удовольствием поставлю вот этой «Розе» поставлю очень хорошо, 4,3 балла. Ну, очень неплохо. Почему? Потому что она на свои деньги, она абсолютно тянет, она несложная, невеликая, вот, но в своем жанре она достаточно полноценна. Я тебе скажу, во вкусе точно есть праздник. Праздничность некоторая. Ну, возможно, за счет вот этих ягодок и такого чего-то веселого, фруктового. Слушай, Коль, ну, как бы, смотри, мы с тобой так потихонечку и всем бутылочек-то продегустировали. С хорошим человеком. Пора на водочку перегонить, да, но запросто. В общем, что мы можем… Давай. С наступающим Новым годом всем! И я хочу сказать, что не стоит бояться красного и белого. В принципе, если правильно подготовиться, почитать, посидеть на сайте, потом пойти купить, выбрать напитки. Послушать умного человека. Да, умного человека. Значит, ребят, смотрите, в моем рейтинге, подведем итог, да, у нас все-таки, на мой взгляд, самый топ это Фольдео. Фольдео, значит, дальше, однозначно, мы с хаком. То есть, соотношение цена-качество вообще… Даже выше, на мой взгляд, Фольдео. Ну, давай так. Не будем. Они… Давай, хорошо. Нет, смотри, они, наверное, равноклассники. Но у Фольдео хорошо тем, что ты хочешь купить Просека, ты получаешь настоящее Просека, понимаешь? Ты, вот, как бы… Возможно, что у нас тоже когда-то появится название, которое объединит российские гристые вины под одним брендом, и оно будет соответствовать. Вот, но все-таки немножко на втором месте для меня мосхака. Ну, и потом уже по убывающей, в принципе, как говорится, и розовая кава неплохая, и вот этот вот столь любимый Робертом Паркером напиток, значит, Фризанта, я даже Просека не побоюсь его назвать. Интересный, да. Он не Просековый, но очень интересный. Но мне он напомнил детское пюре из детского питания, вот, извините, какое яблочко. Очень вкусно, но, как бы… Ну, совсем детский. Но не для взрослых, понимаешь? Потому что… Девочка. Да, ну, хочешь Просека, ну, надо же взять Просека, понимаете? Это же, хочется… Ну, почувствуй. Это фруктового. За что его любит весь мир. Вот. Поэтому, ребята, живите хорошо, дружно. Встречайте Новый год в компании друзей, женщин, мужчин. И просто хороших людей. Да, все, Коля, рад тебя видеть. Взаимно.